В конце 2006 года в Екатеринбургском онкологическом центре произошло несчастье. До основания сгорел стоящий на его территории православный храм. Сейчас церковь в честь образа Божьей Матери Всецарица отстраивается заново. Дом Божий обустраивается силами настоятеля отца Романа и тех немногих неравнодушных людей, кто откликнулся на призыв о помощи. О том, как сейчас обстоят дела со строительством и уборкой при храмовой территории, узнавала Елена Кащеева. Первый православный храм на территории Екатеринбургского онкоцентра появился в начале 2000-х. Двухпрестольную церковь осветили в честь известного в помощи онкологическим больным образа Божьей Матери Всецарица. Второй предел носил имена других великих лекарей – Бессребренников, Косме и Дамиана. Деревянный храм колокольным звоном и своей красотой привлекал сюда десятки людей. Они находили здесь утешение в своей болезни и скорби. Все изменилось в одночасье. В конце декабря 2006-го перед новогодними праздниками церковь до основания сгорела. Однако приход не растерялся и с наступлением лета здесь начали укладывать венцы нового храма. Был созданный проект. Новая церковь будет однопрестольной и на метр выше предыдущей. В 2010 году в храм был назначен новый настоятель – отец Роман Важенин. Батюшке пришлось практически с нуля начинать стройку. Из-за финансовых кризисов и прочих жизненных неурядиц спонсоров не осталось. Да и прихода как такового на тот момент не было. В молельную комнату, находящуюся в самом здании энкоцентра, ходят несколько бабушек. Отец Роман на камеру комментарий давать отказался. Он предпочитает слову «дело». Да и других вариантов не остается. Большую часть работы на стройке ему приходится делать самому. Принять участие в восстановлении этого святого храма может любой желающий. Вот только таковых здесь не так уж и много. А работы, напротив, немало. Сейчас очень нужны крепкие мужские руки. Ну и женская помощь здесь не помешает. Для женщин отведен специальный фронт работ по очистке от пыли бревен и промазыванию их специальным противопожарным раствором. Да и прихрамовая территория нуждается в уборке. Вдоль забора до сих пор лежат обуглившиеся бревна прежней церкви. Я слышала, что сгорело. Ну, как бы сказать. А тут я здесь тоже услышала по каналу «Союз». Я очень обрадовалась, что, как бы сказать, наконец-то помощь нужна. Потому что, ну, когда вот тут не всякая помощь ведь нужна, а тут и специалистов. А то есть, наконец-то, может, чем-то и мы поможем. Здесь нет рядом храма. Мы ездим вот тоже далеко. А когда сюда приходили, он еще только недавно погорел. Еще были вот эти бревна сгоревшие. И хотелось помочь. Хотелось, чтобы рядом был колокольный звон слышен. Слава Богу, звонница осталась старая. Поэтому колокольный звон будет точно. Сейчас перед приходом стоит несколько задач. Закончить пол, купить купола, окна, доделать крыльцо. Словом, до первой литургии сделать надо еще немало. Если вы хотите помочь этому благому общему делу храмостроительства, то можете позвонить настоятелю храма, отцу Роману. Батюшка будет рад любой помощи, как физической, так и материальной. Я когда шла сюда, впереди меня шли женщины. Я думала, что они тоже на субботник. А они болящие. То есть, они идут в храм и вот сидят там на скамеечке. И поэтому здесь, конечно, нужно обустраивать, чтобы здесь где было посидеть, подумать. Но я пришла к выводу, что вот болящие-то, они не воцерковленные. Иной раз. Даже вот, может быть, вот именно вот эта скорбь их и приведет в храм. И поэтому этот храм очень нужен.